Встреча с Сирией Сегодня глава комитета по обороне Российской Госдумы заявил, что основные задачи авиации в Сирии практически выполнены. По словам Владимира Шаманова, Москва рассчитывает, что до конца этого года террористическая группировка исламского государства прекратит свое существование. Газета «Коммерсант» пишет, что российские власти могут вывезти часть самолетов и вертолетов из Сирии. В Минобороны считают, что армия Башара Асада контролирует 95% территории страны и сирийский лидер больше не нуждается в военной поддержке России. По данным «Коммерсанта», в таком случае в Сирии останутся системы ПВО, а также военные, которые будут охранять базы в Хмимиме и Тартусе. Три дня назад, напомню, агентство «Рейтер» опубликовало свое расследование о потерях России в Сирии. По данным журналистов, с начала года там погиб 131 гражданин России. «Рейтер» подчеркивает, что это официально не военнослужащие. Но среди погибших есть в том числе сотрудники частных военных фирм. По данным Минобороны, по официальным данным, в этом году в Сирии погибли 16 военных. В США сегодня могут быть арестованы первые обвиняемые по делу о возможном сговоре штаба Дональда Трампа с Кремлем. Об этом сообщает «Рейтер» со ссылкой на свои источники. В конце прошлой недели «Большая коллега присяжных» одобрила обвинение, которое выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. Он с мая расследует вероятные связи окружения Трампа с Россией. И по данным американской разведки, Москва пыталась помочь президенту выиграть выборы в прошлом году. В январе спецслужбы США заявили, что российские хакеры взломали и опубликовали переписку Хиллари Клинтон, чтобы навредить демократам. А также ввели пропаганду против нее в социальных сетях. Но Москва эти обвинения отрицает. Дональд Трамп также говорит, что Кремль к его победе не имел никакого отношения. Вчера президент США вновь раскритиковал расследование в Твиттере. Он назвал его охотой на ведьм и вновь обвинил демократов в том, что это Клинтон незаконно собирала на него компромат. А бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт, мог отмывать деньги для Виктора Януковича. Об этом пишет издание BuzzFeed. Со ссылкой на свои источники, по их данным, компанией Манафорта заинтересовалась ФСБ. Всего было обнаружено 13 переводов на общую сумму в 3 миллиона долларов. Причем 750 тысяч из них пришли из Украины. Манафорт якобы провел деньги через офшоры. Большая часть сумм оказалась на счетах строительных фирм и даже одного автосалона в США. Это произошло 5 лет назад, когда Манафорт консультировал партию регионов. BuzzFeed подчеркивает, что банки отмечают все крупные переводы как подозрительные, но это еще не значит, что они незаконны. Манафорт стал одной из ключевых фигур в расследовании возможного сговора штаба Трампа с Кремлем, но его представители отказались комментировать новую публикацию о денежных переводах. Ранее все обвинения он отрицал. Чемпионом мира в Формуле-1 стал Льюис Хэмилтон. Пилот Мерседеса выиграл титул за два этапа до конца сезона. На минувших выходных прошел Гран-при Мексики. На нем Хэмилтон стал лишь девятым, но его главный соперник, гонщик Феррари Себастьян Феттель, тоже провалил этапы и теперь уже не сможет догадать британца в общем зачете. С начала года Хэмилтон и Феттель боролись за лидерство в чемпионате, однако после летнего перерыва пилот Мерседес резко прибавил и одержал 5 побед в 6 гонках. Ранее Хэмилтон становился чемпионом мира в 2008, 2014 и 2015 годах. Таким образом, этот титул стал для него четвертым. И по количеству чемпионств он сравнялся как раз таки с Феттелем и с легендарным французом Аленом Простом. Ну а чаще всех чемпионат выигрывали только немец Михаил Шумахер в 7 раз и аргентинец Хуан Мануэль Фанхио в 5. У меня было огромное желание победить в чемпионате в этом году, больше чем когда-либо. Отчасти потому, что я выступал в новой команде и предыдущий год был очень сложным. Поэтому я был непреклонен, я должен был становиться лучше и лучше. Ментально, физически, внутри команды. Вот как я стал тем, кем я стал сегодня. Актёр Кевин Спейси рассказал о своей гомосексуальной ориентации. Он опубликовал запись в Твиттере и объяснил, что в течение жизни у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами, но теперь он решил жить как гей. Ранее о своей личной жизни актёр не рассказывал, но накануне его коллега Энтони Рэп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах в 86-м году. Рэпу тогда было 14. Спейси сказал, что он не помнит тот случай, но тем не менее принёс свои искренние извинения. За свою актерскую карьеру Кевин Спейси снялся в десятках фильмов и дважды становился лауреатом премии «Оскар». На этом всё. Меня зовут Егор Максимов. И до встречи.